всем привет с вами лилия степанова и это видео урок масляной живописи сегодня вместе с вами мы напишем фрагмент итальянского дворика в окружении цветочных горшков и вьющихся лиан сегодня пишем маслом и кистями я уже приготовила палитру расскажу какие краски сегодня нам понадобится это белила титановые это индийская желтая это средняя желтая оранжевая желто зеленая травяная зеленая индиго фиолетовая ультрамарин и карминовая работаем сегодня на растворителе первым шагом избавимся от белого полотна нам понадобится кисть примерно такого размера она может быть и круглой и плоской неважно возьмите кисть пошире обмакнули разбавитель набираем индийскую желтую тонким прозрачным слоем распределяем очень жидкий слой по полотну аккуратно бумага или салфеткой вымакиваем излишек жидкости на полотне и приступим к нашему наброску как я уже сказала будет фрагмент итальянского дворика красивая арка старайтесь делать это от руки приучайте себя закрепляйте свои движения делать их более смелыми линейки не используем наметим первую колонну это свободная вертикальная линия пока без четких краев основания обозначаем в этой части у нас будет первая наша колонна смешиваем травяную зеленую и индиго немного накладываем темный цвет как мы выкладываем краску мы сегодня с вами работаем спокойным тонким слоем и как обычным мастихином объем на структурно нет все будет более к воздушная прозрачная где-то даже растушеванная посильнее поэтому не торопитесь на кисть набрать густой мазок совершенно небольшое количество очень прозрачно очень тонко повернули кисть ребром прошлись спокойно по контуру арки если цепляется наш рыжий цвет кисть просто старайтесь протереть лишний раз салфеткой и удалить излишки ненужного цвета пока вот таким вот пятном не боимся зацепить зелень даже преднамеренно это делаем чтобы на светлой нашей колонии были рефлексы соседнего растения набрали посветлее тон но это очень светлый не подходит можно даже немного желтую чуть-чуть светлую желтую приглушить фиолетовый или ультрамарин и обязательно мы должны выполнить растяжку от темного более светлого и прямо видите вот так вот по растению растение прячется за арку здесь у нас какой выступающий элемент прям подводим вот эту вот границу тоже выделяем насыщенным цветом плавными линиями вы можете на этом этапе отлучиться от картины посмотреть что получается помните мы всегда это должны с вами делать чтобы не терять понимание как нам дальше действовать потому что на каком-то этапе мы останавливаемся уже ничего не видим самое то время встать и посмотреть что происходит на нашей картине здесь вам какой-то вход промываю кисть смешаю ультрамарин с белилом и добавлю немного желто-зеленой и вот этот вот просвет пролепливаю этим цветом там у нас наверное сад добавлю немного желтой тут у меня остался фрагмент не прокрашены также границы вот так вот чуть подтушевываю смахи они должны быть очень жесткими и ровными поскольку это уже уходящая часть их необходимо оставить кида смазанными размытыми добавляю желтой средней верхней части внутри арки тут у меня был фрагмент также не дописаны так сейчас вмешаю немного карминовой и фиолетовой и совсем каплю белил чтобы цвет открылся вот такой вот фуксией и усиливаю оттенки можно взять немного и и ультрамарина и прям вот так вот по ребру колонны положили тень зацепили красный протерли кисть на чистую набрали опять светлую краску продолжили и перед входом вот такие пару каких-то плиточек можно положить так ну что дорогие художники вот такая сегодня у нас с вами была работа энергия вроде бы хорошая настроение хорошее от нее идет надеюсь у вас все получится пробуйте старайтесь вы мне часто присылаете свои итоговые работы мне очень они нравится очень приятно что много начинающих художников обладают потрясающими способностями горжусь вами желаю вам успехов терпения и удачи подписывайтесь на наш канал нажимайте колокольчик оставляйте комментарии полную версию видеть видео вы можете получить по ссылке в описании или в подсказках верхнем левом углу и 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